Просто красота! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня опять набрала осенних листьев и решила сделать из них цветы. Очень много видео про изготовление цветов из осенних листьев и сейчас я вам покажу, что у меня получилось и как я это делала. Получились такие розы. Давайте сделаем одну. Хотя видео очень много. Но я покажу, как я делала. Берем листок кленовый. Подворачиваем его. И первый листочек закручиваем просто трубочкой. Не обязательно стараться, чтобы ровно получилось. Вот так. И заматываю, закрепляю все это ниткой. Обычной ниткой. Беру следующий лист. Точно так же его сворачиваю пополам. И начинаю наматывать оттуда, где закончился предыдущий виток. Можно немножечко их сразу вот так вот оттягивать. Листочки. А можно туго мотать. Как угодно. Все ножки от листьев внизу. Веревочка у нас тоже внизу. Мы ее достаем. И наматываем опять вокруг листьев. Вот так. Берем следующий лист. И делаем так до тех пор, пока нас не устроит размер и форма розочки. Ну вот, у меня на розочку ушло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листиков. Можно вот так ее расправить немножко. А вот это вот все обрезаем. Ну вот так как-то. Такой осенний декор на столе у меня получился. Так, белье достиралось. Сейчас буду его вешать. Сегодня на повестке дня еще начать мыть этот шкаф. Пылесосить кукол, пропылесосить книги, протереть полки. И еще сейчас вам кое-что покажу. На некоторых полках кукол стоят в 2 ряда. И чтобы второй ряд кукол был хорошо виден, я мужа попросила сделать вот такие полочки. Они разной длины. Они в виде буквы П. Я вот сейчас буду протирать полки. И второй ряд кукол ставить на эти полочки. Ну, вернее, подставки. Ну, приступим. Так, все достало. Поставила эту полочку. Ну-ка, попробуем. Ну да, теперь все хорошо будут смотреться. Сейчас доделаю эту полочку и покажу. Да, определенно так лучше в 2 ряда куклы смотрится. Сегодня буду готовить фаршированный перец. Но речь пойдет об этом приспособлении, которое я купила в свое время в фикс-прайсе. Вы знаете, очень удобная штука. Всем советую. Посмотрите, как быстро доставать сердцевину перца. Вот и все. Ну, можно и покушать. И, как всегда, я приготовила наш любимый компот. Нужно мне было тебя снять. Да ладно, меня и снимай. Получилось так, что я посмотрела твое видео и увидела только себя. Ну и что? А тебя не увидела. Я в самом начале. Не показала. И попить чай. Да, хорошо. Хорошо в одном доме. И не только попить чай, но еще и чем-то интересным заняться. Вот мы с удовольствием сходили в Большой театр, наслаждались Кармен Суитой. И теперь вот собираемся идти на балет «Золушка». Да, да. Ряд в Хорошин, рядом с нами театр. Прекрасный. Московский, Кубернский, кстати говоря. Очень хороший театр у нас. Такой фойе, очень красивый. В общем, здорово. А еще что я тебе говорила? Про фартные игрушки. То, что мне присылают сообщения, письма на мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из ваты. Очень такие симпатичные выставлены фотографии. Так что я предлагаю тебе подумать, записаться. Это 18-го числа. 18-го что? 18-го октября. Ага, поняла. Продолжение следует.